Уже совсем скоро события парад ракетных шаров, и в моем телеграме есть полная информация, что нужно будет делать и какие награды будут, ссылка в описании. И к этому событию разработчики улучшили ракетный шар, на основном аккаунте 11 уровень и именно его изменения не коснулись, а вот на 8 уровне изменения значительные, поэтому сегодня мы протестируем по полному. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans, и сегодня я играю на аккаунте не доначу, все так же активно его прокачиваю, сейчас идет ЛВК, поэтому я не прокачивал героев, но в целом уже 62 уровня королева, 3 книжечки и будет фул, потом, ну хотя надо было бы правильнее качать хранителя, но видите, всего по 3 дня качается, поэтому пока что книги на него тратить это дичь, но все же апать героям левел еще очень долго, поэтому по прокачке тут записывать нечего. Но сегодня разработчики подкинули интересную тему с ракетными шарами, их улучшили и улучшили значительно, самое основное после перехода, хотя этот переход уже был полтора месяца назад, я прокачал, забор своим ходом прокачивается быстро, вот сейчас у меня нет строителя, чтобы прокачать забор за элик, а элика фул, как вы видите. Ну и в принципе, как бы изменений как таковых больше нет, ну вот ладно, орла вкачал, адский поставил, но это все очень долго апается и вот знаете, смотря на уровень своих героев, я понимаю, что я скорее всего даже не зафулю лабораторию и героев, потому что много всего прокачивать и дорого и долго, и вот эти вот постройки шестью строителями в целом быстро прокачиваются по сравнению с лабой и героями. Так что пока неизвестно, что за ситуация будет, но есть вероятность, что я буду рашить. Первая стратегия у нас будет как обычная, то есть лавалун, но вместо шариков ракетные шарики, а вторая уже будет фан атака, просто 35 ракетных шариков, плюс троид клон спела, плюс еще рейдж и все это под поражением хранителя, я думаю, будет интересно посмотреть. Но для начала также давайте сравним характеристики двух этих юнитов, ну или просто шариков. 840 здоровья, 268 урона, 236 урон в секунду и скорость передвижения 10. Также ракетный шар, у нас он занимает на 3 места больше, как я сказал, урон в секунду почти такой же, при уничтожении вдвое больше, здоровье такое же и скорость передвижения на 2 больше. Так, а здоровье прям 840 тоже, да, 236 и 270, слушайте, ну чуть урон побольше, как бы и в редких случаях это играет огромную роль. И получается мы переплачиваем за него, точнее мы его бустим за дарк только ради быстрого передвижения, урона при уничтожении и чуть больше урон в секунду. Ну, в целом я считаю, вот на данный момент он является сбалансированным, а то, что было до этого, было как-то неправильно. Кстати говоря, в телеграме я также скидывал минус 1 строитель, это что-то типа бага, но на самом деле это не баг, потому что как бы они еще минусанули строители, то есть, например, у вас сейчас есть 6 строителей, плюс еще гоблин было 7, и в итоге они просто сделали минус 1, 6, и получается, когда у вас закончится прокачка, то у вас просто станет также 6 строителей. Ну, то есть, это сделано специально, но сейчас это, как вы видите, уже минус 1 пофиксили, и в итоге гоблин достроит, и у вас все так же будет 6 строителей, как бы вот так. Так, поэтому я сейчас 150 гемчиков бам-бам трачу, просто сейчас я буду немножечко фармить, плюс ресов везде много. Короче говоря, не хочу, чтобы ресурсы уходили куда-либо, я сейчас просто подкачаю немножечко забор. Забор это святое, тем более в каждом ролике я прокачиваю его, и в этом обязательно должен. Тем более на таком-то аккаунте, бездонатный аккаунт, это просто легенда. Правда, на данный момент это легенда, которая будет прокачиваться, наверное, еще полгода, но, блин, надо будет тут что-то придумывать, какие-то стратегии, миксы, иначе я реально по прокачку тут ничего прокачивать, точнее, снимать не смогу. Ведь реально все качается очень долго уже. На 10 минут наговорил в микрофон, что-то я давно этого не делал, капец, обрезал, короче говоря, давайте уже атаковать, и вообще смотреть, что из этого получится. Очень давно не атаковал вообще лавалунам, не то что ракетными шариками, а лавалунам я давно не играл, поэтому даже не знаю, что получится, но надеюсь, что-то стоящее. Короче говоря, в чем задумка? Задумка будет в предзаходе, и после этого основной заход будет, я думаю, по нижней части, скорее всего, ну потому что это будет эффективнее, нежели чем заходить с разных углов, как раньше лавалунам играли, так как у нас все же не забываем, что есть хранитель. А без хранителя, как вы понимаете, направлять войска, ну такое себе, правильно? Одного шарика я пока оставлю, вот знаете, в чем печально? Проблема, точнее, в чем? То, что у меня есть рейдж на хранителе, у меня есть с собой рейджи, и зачем я столько всего набрал, если они просто не нужны, елки-палки, что я вообще натворил? Это полноценный рейдж, получается, всех юнитов и вообще всего, что происходит тут, да? Так, давайте прожмем, я думаю, шариков, иначе им скоро будет ггшечная, да? Да, кинг по центру трудится, молодец, красавчик, но, знаете, мне кажется, этого будет недостаточно немножечко, да? Смотрите, после взрыва, ну-ка, бамс, а, что-то как-то я не почувствовала, да? Ну-ка, давай, шарики, навалитесь, ну-ка, под рейджиком-то, а? Ну-ка, давай, три шарика на ТХ, пожалуйста, прошу! Ну-ка, бам-бам, и 840 хп, они погибают. Ну, то есть, они, блин, знаете, мне кажется, не хватает чуть-чуть хп, вот было бы, знаете, так, чтобы после взрыва ТХ они бы не погибали. М-м-м, блин, ну я такую почти без КК, только с одной осадной машиной, но, блин, вообще идея бестолковая была то, что у меня рейдж на хранителе стоит, я совсем про это забыл, и брать с собой рейджи, ну, это бред. Так, ладно, это первый опыт, как бы первая атака сегодня, я ракетными шарами, повторюсь, не играл вообще, так что без смеха, пожалуйста, господа. Поэтому, ну, что выходит, то выходит, правильно? Так, королевка у нас с хилками, я напомню, и она, кстати, у нас прокачена, я вообще хотел банку, кстати, заюзать, потому что геры-то у меня не фуловые, а вот с фуловыми герами мы бы полноценно протестировали с вами. Так, королева, нужно, чтобы ты быстро свалила от адской башни, хорош! Ну-ка, давай еще раз, пожалуйста, попробуй забить мага и свалить от адской. Пожалуйста, хорош, еще раз свалила. Так, пока она будет бить забор, успеет ли мухи потанковать? Блин, они все погибли, капец, как же так? Ладно, сейчас по КД надо будет прожать королеву, чтобы... О, у нее и высосали, а у нее уже почти высосали. 99%! Первая эпичная атака! Офигенно, прожать королеву помогло. Первая трешка залетает, хоть и кривая, но это приятно. Я не хочу вам это показывать, так как вылетело два дракона и спалило моих 40 ракетных шариков, поэтому предлагаю вам сейчас перевариться и сделать еще одну фан-атаку, ведь эту вы не видели. Так, друзья, давайте все по полочкам. Первая атака получилась, трешечка, но рейджи были бредовые и кое-как затащил. Вторая атака, просто драконы спалили шариков, а вот сейчас будет уже модернизированный лавалун. Я понял, что лав сильно много не нужно и рейджи тоже не обязательны, поэтому... Давайте начинать предзаходочка минимальная, геройщиками, чтобы они уже наносили урон. Зафрезеруем мы с вами центр и потом шарики туда прилетят. Гениально! То есть, после того, как мы совершим с вами предзаходочку, изначально мы закидываем лаву, потому что лавы медлительнее, чем ракетные шарики, а обычными шариками мы же делаем наоборот. Вот, поэтому, господа, что я вам могу сказать? То, что мы делаем все наоборот, да? Что я могу вам сказать? Так, давайте сюда, вот фризика. Ой, фризика, говорю, хило. Ёпта, какого фризика-то? Центр, центр. Так, давайте вот здесь ускорим. Хотя под хранителем и так они ускоряются. Прожимаем хранителя. Вот здесь тоже ускорим. Кинг у нас уже по центру фигачит. Прожимаем кингаречка и горечка. Бамс, ну-ка, хорош. Прожатие хранителя было идеальным, поэтому шарики у нас в целом не погибли. Остается нам забрать только арбалетика. Королева, ёлки-палки, какого фига ты тут живешь, вообще не понял. Вражеская, что-то там живет, творит, делает. И не забываем, что шарики занимают у нас намного больше места. И по здоровью у них то же самое. Поэтому осталось запас где-то мест 70 плюс мухи. Да даже не 70, слушайте, может и поболее. Прожимаем королеву, хилочки наколдовались. Ну слушайте, с таким-то снаряжением просто по кругу закидал. Зачем бафнули супер шариков, скажите мне. Если я, который не умеет играть воздухом вообще, который не играл лавалуном никогда, который не юзал ракетного шарика вообще, делает трехи, то что делает опытный игрок этими шариками? Это просто лютая имба. Давайте изначально проверим клановую крепость, иначе будет такое же ата-та, как было до этого, и драконы просто спалят все мои войска. Так, вроде как ата тут не имеется, поэтому предлагаю вам начать какую-то предзаходочку, вот например с этой стороны, чтобы наши герои, тарантул, и все, забирали какую-то часть строений, подчищали чего-то, кого-то. Кого я нафиг обманываю? Какие нафиг стратегии? Вообще о чем? Нету у меня никаких стратегий. У меня есть просто вот такой вот максимально жесткий лютый спам. Все верно. Закидываем вот так. Тут давайте рейджик, тут колончик, тут тоже колончик. Ага. Прям под торнадо. Вообще идеально, гениально, господа. Что еще тут сказать? Давайте вот сюда. Идеально, просто по таймингу высадил. Мы еще наколдовали немножечко шариков. Прожимаем под ТХ ракетные шарики. ТХ взрывается, ноль урона получают ракетные шарики. Вот сюда вот спешечку бы в КК, да? Вообще было бы имбово, да? Согласитесь, вообще было бы топово. Так, что мы с вами имеем? Да, шарики, конечно, в фан-атаке погибают очень быстро. ХП все-таки им не увеличили, поэтому, к сожалению, танк нужен. То есть, это лавалун. Но слушайте, без какого-либо заморочества, всякого там, стратегии какой-либо, мы просто высадили. Это не фуловый герой, это фуерой, можно сказать, от ТХ-11. Просто высадили, просто смотрим, что происходит, просто делаем двухи, красивые трехи. А слушайте, если королева сейчас бьет забор, она уничтожает адскую, она уничтожает какую-то часть ДФА, и... по времени, возможно. Да, надо было взять мух, и по времени мы с вами тоже бы, возможно, успели. И, кстати говоря, похоже, даже бы оформили трешку. Ха-ха. Что происходит? Ёлки-палки. Минута 12, как вы считаете? Вообще, реально ли это сделать? Я думаю, что нет, потому что все-таки время... Нет. Хотя бы еще что-нибудь, но добить вот этот вот пожилой дедушка точно не справится в соло, и вот это вот забородолбилка тоже. Ну, блин, ДФ-то я забил весь. То есть, короче говоря, проблема в том, что я высадил слишком кучно шарики, из-за этого адское высосало у них все, и... они словили ловушки. И в итоге все шарики погибли. Это единственная проблема, как я считаю. Ну, как бы 4, 3, 2, 1, ну да, конечно же, куда же без 99%, это же мой канал, все верно. Ракетным шарикам не увеличили хп, поэтому они также уязвимы на бомбы, на вообще урон какой-либо, потому что хп очень мало, и тут я подумал, как бы ракетным шарикам ускорения вообще не нужно, не спеш, не усиленный урон, им нужен просто хил. То есть надо брать теперь для лавалу на хил, и снаряжение на хранителе хил, но у меня этого нет, а так было бы, знаете, как имбово. Мне кажется, это вообще никогда бы не остановить было. Поиграв немного ракетными шариками, я понял, что в соло это выглядит классно, прикольно, но не настолько имбово, как хотелось бы, потому что бывают нюансы, и атаки просто-напросто не идут так, как тебе нужно. Поэтому, не настолько прямо они дико имбовы, так что, сливы тоже бывают. И только что я слил два раза, не взял трешечки. Поэтому, к сожалению, друзья, к сожалению, атаки не всегда будут такие радужные, как хотелось бы. Самый главный враг этих шариков, как раз таки, это маленькие красненькие бомбочки. Вот смотрите, бам, схватили красную бомбочку, и уже очень много хп нету. И также со всеми шарами абсолютно. То есть это, я не знаю, вот самый главный минус еще клон. Почему, когда я их клонирую, они не ракетные нифига. То есть это по факту получаются обычные шарики после клона. И не совсем они дают свой профит, как бы, да? Плюсом они разлетаются. То есть у них свой мозг, своя идея, и из-за этого они летят не туда, куда тебе нужно, а туда, куда им нужно. То есть они выбирают клетку, которая ближе к ним, и летят туда. После того, как они прекратили быть ракетными, они становятся обычными. То есть ты зря за них отдал лишние места, и соответственно, атака у тебя не пошла. Ну а то, что получалось до этого делать трешки, это, скорее всего, просто повезло. Либо же я просто их неправильно скидывал, и надо их все-таки кучно скидывать, а не по всем углам. Короче говоря, скоро будет событие, там нужно будет экспериментировать, но, однозначно, с самого начала, когда ты их закидываешь, это имба. И мне кажется, что их нужно использовать вместе. То есть накинул обычных шариков, и посади ракетных, чтобы урона стало больше, и они, получается, защищались за счет лавы, и за счет обычных шариков, а эти ракетные жили. Ну и все равно им нужно ускорение. То есть я погорячился, когда они перестают быть ракетными, то есть когда летели до строения любого, то они такие же обычные, поэтому им нужен спеш, им нужен рейдж. Короче говоря, есть над чем поработать, над стратегией, но сама задумка мне сегодня понравилась, и пару атак были реально эпичными. Как всегда, не без косяков, 99% это жиза. Короче говоря, что я вам говорю, вы все и так понимаете, все сами видите, ну и я как сказал, не все так радужно. Но новый юнит всегда интересно, и сейчас у меня еще больше интереса протестировать этого юнита на основном аккаунте. Всем спасибо за просмотр, друзья, на сегодня ролик заканчивается, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok